Добрый день! С вами Андрей Шалыгин, интерлопер и TenPoint. Мы сегодня с вами продолжаем рассмотрение арбалетов TenPoint линейки 2014 года. Я вам презентовал основные тактико-технические характеристики и особенности двух моделей 2014 года. Это TenPoint Shadow и TenPoint Venom. Мы с вами сейчас рассмотрим арбалет веном. Так как чехлы TenPoint являются достаточно дорогими и их приобретение связано с большим расходом средств, то мы вам рекомендуем приобретение более дешевых чехлов для арбалетов интерлопер. И эти бюджетные чехлы достаточно удобны еще и тем, что в отличие от импортных вещей одну лямочку, эти имеют рюкзачную подвеску, поэтому вы можете как вещмешок его сзади прикрепить, носить. И это удобно позволяет еще брать за уши. Конечно, размах плеч у арбалетов интерлопер, тем более для арбалетов, допустим, компактных старых моделей, в том числе и рекурсивных, они имеют достаточно большой размах мешка, что существенно превышает размах плеч у арбалетов TenPoint. Но эти места можно использовать для укладывания различного мягкого снаряжения, обмандирования каких-то вещей, которые параллельно будут демпфировать блоки, чтобы им ни обо что не биться. Значит, с арбалетами TenPoint в принципе рекомендуется приобретать наиболее современные наконечники и различные навесные оборудования и устройства, потому что сами арбалеты подразумевают определенный уровень используемого вместе с ними оборудования, потому что они арбалеты достаточно высокого класса. Что мы рекомендуем к данным арбалетам? Ну, соответственно, вы получаете от интерлопера комплект документов, которые подтверждают инструкцию эксплуатации, которые подтверждают соответствие ГОСТу определенному, который говорит о том, что эти арбалеты оружием не являются. Стрелы. Стрелы TenPoint это стрелы истин. Значит, стрелы к данному арбалету идут номинала 20 дюймов, имеют три риски сзади для вложения в тетиву вне зависимости от поворота пера. То есть на каждое перо, направленное вниз, есть своя канавка. Любым пером вниз можно заряжать арбалеты TenPoint. Наконечники для арбалетов сейчас наиболее бюджетными и хорошими являются наконечники Carbon Express. В данном случае это Dual Blade Serrated, серрейторные, то есть они с заточкой по краю, имеют, в общем-то, повышенную проникающую способность они. И поэтому рекомендованы для применения на больших дистанциях по зверю, имеющему плотную шкуру, зимой. Весом их выбирать надо все одинаково. Если уж вы пристреляли с наконечниками на 125 грамм, со спортивными, то есть оживальными наконечниками, то и все остальные наконечники вам следует выбирать такого же номинала. Вот этот вот катин диаметр, это диаметр реза. То есть максимальная проникающая, рассекающая диагональ данного наконечника. Чем она больше, тем, соответственно, и отверстие получается глубже. Это самые современные, но в то же самое время качественные, но в то же самое время достаточно бюджетные наконечники. Такие же есть, соответственно, и лучные, и без серии торнезер-заточки. Кроме того, Монтек G5 наконечники. И это наконечники классические, то есть на трехгранник, вот обычный проникающий. Это наиболее классические, наиболее к ним относятся лояльно опытные охотники. То есть никаких новомодностей, дополнительных лезвий, просто наконечник. И на дичь мелкую, а также на птицу с очень плотным пером, глухарь, утка, соответственно, чтобы не рикошетила, а зацепляла. Вот такие вот буры, так называемые. Вот такие вот диапазон наиболее эффективных таких наконечников, которые мы рекомендуем применять. Значит, как вы поймите, Веном это самые компактные по нынешним временам. Вот арбалеты, они в сложенном состоянии, в общем-то, занимают самое маленькое место. По длине, они самые короткие, то есть даже в аппор, который рассчитан на 22 дюйма стрелы, он существенно длиннее. И, соответственно, у них несколько меньше веса. Это достигнуто тем, что здесь карбоновое направляющее, немножко другие блоки и плечи. Блоки здесь гибридные, полнотельные, поэтому они имеют очень большую устойчивость к холостому выстрелу. Холостой выстрел этому арбалету не грозит. Значит, в связи с этим, значит, скоростные характеристики вот этого арбалета были рассчитаны производителем для самых легких стрел. Вот, значит, Истон Кроссбол Лайт, который делается для арбалетов Тенпойн. В то же самое время, тот же самый арбалет Вапур, который является новинкой прошлого года, он протестирован для стрел, значит, Pro V22 на 22 дюйма. И эти стрелы достаточно тяжелые по сравнению с номиналом Лайт. Поэтому вы имейте в виду, что 372 фунта в секунду, указанные для этого арбалета, касаются стрел длиной 20 дюймов и самых легких стрел. А та цифра 360, которая указана на Вапуре, она для 22 дюймовых стрел, то есть на 2 дюйма длиннее и более тяжелых. Поэтому, несмотря на то, что формально, значит, по анонсам компании, вот этот арбалет, он самый быстрый арбалет, имеет 372 фунта в секунду. Вот тот арбалет, который официально имеет скорость 360, то есть Вапур, на вот этих стрелах, а он тоже имеет достаточно высокую защищенность от холостого выстрела, он на них даст скорость гораздо больше 380. Хотя это фирмой не анонсировано, и в таблице сравнения на сайте TenPoint вы увидите буквочки NA, то есть не аттестовано. Это сделано для того, чтобы, в общем-то, пользователя богатого не смущало то, что VIP-модели не имеют самой большой скорости, и в то же самое время, чтобы продавались новинки этого года. То есть самым быстрым арбалетом при одинаковых стрелах, на самом деле, на сегодня является все-таки в арбалетах Вапур, несмотря на то, что выпущена самая амальная, маленькая и формальная самая быстрая модель Веном. Все это, что Веном, что Shadow Ultralight, это все вариации общеизвестного арбалета TenPoint Stealth SS. Он от этих отличается только металлической направляющей и другими плечами. Значит, если вы на тот арбалет поставите новые плечи от Веном, то вы получите арбалет с гораздо большей скоростью, чем является на сегодняшний день Stealth SS. Поэтому, на самом деле, если у вас арбалет TenPoint Stealth SS, или есть возможность приобрести там только более дешевый арбалет, то вы смело можете покупать TenPoint Stealth SS для того, чтобы сэкономить деньги, потому что вы всегда устаревшие или пришедшие в негодность плечи от Stealth SS можете поменять на запасные плечи от Веном. Тем более, если вам предстоит охота за рубежом, и вы в состоянии применить на месте плечи с усилием 185 фунтов, то, конечно, лучше сделать так. Вы заплатите меньшие деньги, получив большую скорость. Если же вы все-таки не имеете предыдущих моделей арбалетов TenPoint, а вы сразу приобретаете новый арбалет, то у вас на сегодняшний день есть два наиболее очередных выбора. Либо покупать Веном как самый быстрый, компактный, легкий и современный арбалет, либо купить ВАПУ, который подлиннее, потяжелее, стреляет более длинными стрелами, имеет увеличенную сотовую колодку, но он гораздо быстрее всей линейки TenPoint, сверху доносил. Соответственно, и цена у них отличается достаточно существенно, почти на 30%. Поэтому уже за вами дело в этом выборе. Между ними плечи не взаимозаменяемые, потому что там увеличенная мощная колодка. Значит, поэтому, в принципе, конечно, ее можно поставить и сюда с другой колодкой. Но это уже совсем другая история, а мы с вами не клуб самоделки. Поэтому, обсуждая, в общем-то, конкретную модель 2014 года Веном, мы помним, что ее от Stels SS отличает карбоновая, в отличие от той металлической направляющей. Ну, в общем, специалисты говорят, что неизвестно, что лучше. Та потяжелее, но многим кажется, что металл надежнее. Ну, не знаю, в эксплуатации, в общем-то, индика не замечено. И от Shadow Ultra Light эту модель отличает металлический замок, там он карбоновый. Соответственно, от Shadow эту модель отличает новые гибридные блоки с высокоскоростными ключами. При применении, значит, лебедки, вот, значит, соответственно, нам не особо нужны... Нужно седло, ну, нужно седло, стремер, вот, и поэтому, в общем, на самом деле, многие от него отказываются. Ну, все зависит от того, как вы этот арбалет применяете, вот, потому что некоторые любят, в любом случае, значит, операции, некоторым без разницы, значит, прежде, перед первым использованием арбалета, значит, нужно расходить лебедку. Там все-таки смазка, она достаточно долгое время там находилась в состоянии хранения, поэтому, в общем-то, вы должны с хранения снять. У лебедки, Акупоинт фирмы Акудру, значит, имеется вот эта вот кнопочка Inge, которая в одном положении блокирует самосбрасывание и сматывание лебедки, она дает возможность подматывать, в другом положении дает лебедочке свободно сматываться. Значит, вы вытягиваете эту лебедочку, вот, обводите прицел, вот, этими двумя захватами ставите на направляющую, на тетиву, вот, с тем, чтобы скоба зацепила с обоих сторон тетиву и в то же время легла на направляющую. И свободный вот этот ход, нажав кнопку Inge, выбираете, и вот у вас, значит, лебедка захватила тетиву. Снизу арбалета прикладной части рукояточка имеется, обычный шестигранник, который вставляется, значит, сбоку, вот, и вы начинаете сматывать. Вот у этой лебедки, это более дешевая версия, значит, лебедки, чем у старших моделей, там, экстра, потому что есть лебедочка с номинованием 50, а есть обычная лебедочка. Значит, если вы в том положении крутите, то она щелкает и становится на невозвратно. Во втором положении крутится, она, видите, отпускает обратно. Поэтому вам нужно при возведении верхнее положение, чтобы возникал вот этот щелчок. Вот этот щелчок для более дешевой лебедки, а вы, в принципе, можете купить и дорогой вариант, в общем-то, лебедки, да, он, как вы видите, в присутствии зверя заряжать данный арбалет нам не дает. Потому что, ну, соответственно, такой звук, вот, и скрытности, конечно, вот, никакой. Здесь, при подведении к концу, вы должны услышать щелчок захвата механизма. Для этого спусково-предохранительное устройство должно стоять в положении огонь, для того, чтобы этот замок сработал. Если вы в белом положении все это будете делать, то замок не захватит, вы щелчка не услышите, и некоторые при этом продолжают крутить дальше, загоняя туда седло, и, в общем-то, ломая арбалет. Поэтому нужно или смотреть, до какого состояния вы все-таки крутите, вот, либо сначала прочитать инструкцию по эксплуатации, или посмотреть наш ролик. Положение огонь, и внимательно смотрите и слушайте до щелчка. Значит, когда заходит, вот, произошел щелчок, в этом положении вы должны, в общем-то, лебедку ослабить, вот, то есть вы довели до конца, вот, щелчок сработал, и вот, теперь мы, сняв сзади лебедочку, здесь спокойно ее ослабляем. Значит, вынимаем вот эту вот стрельную, обычным образом, закрепив рукоятку обратно под прикладную часть, вставив обратно седло лебедки, вот, в положении предохранения, в которой лебедка становится автоматически, теоретически черным перлом с пером вниз, но на самом деле это без разницы, вставляете стрелу. При вставлении стрелы снимается одна из ступеней предохранения, полуавтоматическая, которая предотвращает выстрел из арбалета, холостой, при снятой стреле. Осталась у нас одна ступень предохранения, которая заключается в переключении вот этого двустороннего, для лево- и праворуких стрелков предохранителя, который нужно снять, и после этого вы можете производить выстрел. Значит, прицелы 10-поинт, они не имеют регулировку по скоростям, так как здесь 372 фуда в секунду скорость, вы ориентировочно при первой пристрелке, здесь ставите 375, для самых легких стрел, а дальше уже в зависимости от расстояния, 20-30-40 фунтов, ярдов по сетке прицела, производите прицеливание. Соответственно, в зависимости от взвешивания вашего боеприпаса и усилия на плечах, а все эти данные справедливы для плеч на 185 фунтов, в то время как в России арбалет продается с доработанными плечами в 43 КГС. Поэтому нужно это учитывать и, соответственно, регулировочку для стрелы ставить по результатам своей стрельбы, запоминая, куда вы попадаете из этого арбалета по мишени, соответственно, вы косвенно способом, обратным счетом, можете понять, с какой скоростью вы из него выстрелили. Выстрел, как мы видим, или слышим, чуть погромче, чем у арбалета в опор. Значит, это связано с тем, что, в общем-то, база короче, стрела короче, соответственно, кинематика арбалета жестче, и у него не такие длинные плечи, которые там выстраиваются практически параллельно. Значит, ну и сейчас мы с вами посмотрим, что там у нас в результате получилось у мишени. Стрельба из арбалета 10-поинт Веном, 20 метров. Стрелы 10-поинт, элит, двойной изолон. 4 сантиметра за пределами мишени. Значит, о чем это говорит? Это стрелы, выпущенные из плеч на 43 килограмма. Поэтому я суверяю, что плеч на 43 килограмма с этими арбалетами для дистанции до 50 метров более чем достаточно. Поэтому не стоит покупать дополнительно, там, платить тысячу долларов чуть ли не, да, может, немножечко поменьше, на то, чтобы приобретать полные плечи с данным арбалетом, или запасные плечи, вот, для того, чтобы ходить с этими арбалетами на охоту. Плеч на 43 килограмма вполне достаточно. Если поставить полные плечи, то возникнет у вас проблема со сквозными пробойными выстрелами по средним и даже крупным копытным, то есть по лосью он его с 40 метров пробьет насквозь. А это, в общем-то, нехорошо, потому что стрела, в общем-то, должна сковывать животное, оставаясь в мышечном корсите. Для того, чтобы предотвращать, и тем более в случае с хищником, значит, обратное бросание зверя на охотника, вот, что тоже, в общем-то, бывает. Ну, и по птичке, если вы на утку, там, на фазану, там, или еще на что-то, применяете вот рвущие шокеры традиционные, то вот эта вот штука с усиленными плечами, из птицы, она ее просто порвет в тряпку, да, и вы получите одни перья там, да, на выходе, вот, с лапками. Вот, поэтому это, в общем-то, безобразие, поэтому, если вы стреляете там шокерами, плечи на 185 вам вообще противопоказаны. Вот, поэтому модель TenPoint Venom 2014 год, плечами на 43 килограмма, на любых капутных в Российской Федерации более чем достаточно, вот, значит, из всех TenPoint'ов она самая легкая, современная, самая компактная, вот, в дальнейшем, в совершенствовании моделей вам ее выбрасывать не придется, потому что вы сможете, как сейчас это для стелсов СС, просто поменять плечи и получить более скоростной арбалет, вот, поэтому вся рама-колодка-направляющая будет вам служить долгие-долгие годы при замене плеч, а на сегодня это самый компактный, легкий и быстрый арбалет для болтов 20 дюймов. 372 фута в секунду, TenPoint Venom, Андрей Шалыгин, Interloper, TenPoint. Спасибо!